Жилищную проблему специалисты называют самой острой в России. Новое жилье нередко бывает не по карману, даже трудоспособным россиянам, не говоря уже о ветеранах войны и инвалидах. Чтобы защитить эти категории граждан, в России работают специальные программы. Как они действуют в Чувашии, сегодня увидела наша съемочная группа. Они вместе уже 63 года. Дом, в котором семья Капитоновых жила до недавнего времени, немногим моложе их брака. Его построили еще в 1962. Однако пару лет назад ветерану Великой Отечественной, который прошел всю войну и дошел до Польши, государство помогло перебраться в другое жилье. Теперь супруги живут в благоустроенной двухкомнатной квартире в селе Маргауши. В общей сложности за 2013 год в Маргаушском районе средства на улучшение жилищных условий получили 17 ветеранов Великой Отечественной. Однако на данный момент еще 11 ветеранов и вдов живут в непригодных условиях и стоят в очереди на их улучшение. Но Татьяна Васильева, конечно, не ветеран. Женщина с детства является инвалидом. Вместе с несовершеннолетним ребенком-инвалидом и пожилой матерью они жили в одной комнате. Семья смогла получить жилье в соответствии с федеральным законом о социальной защите инвалидов. В новой квартире Татьяна смогла разместить даже спортивный уголок. Квадратные метры позволили. Сейчас в Маргаушском районе такого же счастливого новоселья ждут еще 10 инвалидов. И это только те, кто встал на учет до 1 января 2005 года.